я приветствую вас друзья это канал веселый инженер канал про машиностроение металлообработку и все процессы которые с этим связаны а в сегодняшнем в коротком видео шлицевое соединение в промышленности виды и назначение расшифровка обозначения шлицев а также госты которыми я рекомендую вам руководствоваться да и в принципе ими токой можно руководствоваться для определения шлицев давайте начнем и так шлицей что же это такое вот такая вот конструкция или вот такая уже две сопрягаемых детали то есть одна деталь имеет наружный шлиц другая внутренние и они сопрягаются создавая достаточно надежное соединение а если обратиться к определению ток шлицевым соединением относятся вал зубьями равномерно распределенными по диаметру и сопряженной с ним втулка с ответными пазами такие соединения еще называют многошпоночными только в данном случае шпонки и пазы заменяют шлицы на валу и во втулке соответственно такая конструкция позволяет значительно сократить погрешность изготовления и дает возможность перемещаться втулки вдоль оси не прекращая радиального движения что является ключевым достоинством данного вида соединения да друзья именно вот это и является основным достоинством хотя у них есть еще больше еще ряд достоинств но это все вы можете посмотреть в предыдущем видео которое называется шлицевые шпоночные соединения а мы едем дальше виды шлицевых соединений покажу вам три основных вида итак первый вид прямобочные кассе рассмотреть вот это соединение прямобочных шлицев то вы видите что здесь прямые бака если говорить как простым народным языком прямые бака поэтому прямобочные есть один диаметр внутренний впадин и наружный диаметр тоже существует однако бака у них прямые соответственно есть и второй вид это эволювентная то есть они два вида этих похожи но как вы обратили внимание здесь не прямые бака а идет эволювента вот такой вот видите плавный переход шлицев также есть наружный диаметр и диаметр впадин и 3 это треугольные но тут вообще все понятно треугольные от слова треугольник и здесь видите есть такой вот треугольный профиль вот этот вот треугольный в основном применяется в прибора строение эти два вида применяются в машиностроении станкостроении и так далее в другой такой бурный и массовой промышленности есть еще трапециедальные но они встречаются достаточно редко поэтому вы мне обязательно о них напишите в комментариях может быть что то есть интересно итак способы изготовления шлицев я сделал такие диаграммы которые помогут нам быстро в этом разобраться итак наружные шлицы до изготавливаются способом фрезерования это естественно изготавливают только наружные то есть фрезеруются различными фрезами есть различные способы фрезерования долбление накатка и электроэрозионный способ применяется достаточно редко потому что не столь производительным но все же если в единичном производстве имеет право быть что же с внутренними шлицами они изготавливаются чаще всего наверное 80 процентов всех случаев это протягивание также есть долбление если долбление применяют если большие диаметры до электроэрозионный способ также существуют и для внутренних поверхностей вот такие способы изготовления шлицев в принципе если я что-то упустил жду комментарий ниже с видео пример обозначения шлицев давайте разберем тема достаточно злободневная да потому что многие пишут как расшифровывается как что делается и я обязательно сейчас расскажу итак я обозначил 1 2 3 4 5 то есть как это обозначается в конце посмотрим уже пример конкретно тут указывается 1 да тут указывается информация по центрированию деталей то есть как они цветали центрируются между собой если под первой цифры стоит d центрирование по наружному диаметру если стоит d маленькая центрирование по внутреннему диаметру если стоит b центрирование по боковым поверхностям не нехитро сделано потому что смотрите здесь вот видит наружный диаметр ранды маленькой внутренней и б ширина шлицев очень удачно вы можете посмотреть в принципе да и уже определиться конкретно что же на второй цифре число зубьев то есть вы считаете число ваших зубьев и получается какую-то цифру которую вписывается в обозначение 3 внутренний диаметр d при необходимости с полем допуска то есть вы указываете в ваш внутренний диаметр то есть какое-то числовое значение и поле допуска 4 наружный диаметр d то есть вот этот наружный диаметр по вершинам вашего шлица он указывается четвертой позиции и замыкают все это 5 последнее это ширина зуба b но здесь вы видите тоже указывается с полем допуска ну давайте возьмем конкретный пример да то есть на конкретно как обозначается на чертеже шлицевое соединение и так пример видим d да то есть д центрировали по внутреннему диаметру второе число зубьев 8 так 3 36 это внутренний диаметр то есть вот этот вот d 36 поле допуска f7 4 40 это наружный диаметр и 5 ширина зуба 7 то есть вот это 7 вот в принципе я думаю что сейчас уже каждому стало понятно как определяется расшифровывается вернее обозначением шлицев а вы едем дальше и так какие госты используются гост 60 3380 основные нормы взаимозаменяемости соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30 градусов а также гост 1139-80 года основные нормы взаимозаменяемости соединения шлицевые прямобочные размеры и допуски вот такими документами вам придется руководствоваться в принципе на производстве расшифровывая или проектируешь лицевые соединения на этом все друзья как и обещал ролик очень короткий поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки жду на следующих видосах пишите комментарии пока пока